Навальный сейчас такой же провальный, как вся российская политика. Молотить кулаками по воздуху долго невозможно. От этого сил уходит гораздо больше, чем если бить по реальному противнику. Не может быть реальной энергии у того, кто борется ни с чем. Значит, российская политика, российская политическая система, с которой воюет Навальный, это с одной стороны кремлевская каменная стена, а с другой стороны это воздух. Никакой определенной цели у него нет, он ее не способен сформулировать. Но ему надо изображать активность. Соответственно, это такая же получается имитация, как та имитация, которой занимается официальная российская политика. Но официальные российские пропагандоны и чиновники, которых нанимает Кириенко, и люди, которых раньше свозили на митинги, сейчас, слава богу, митингов нет. Они стараются за деньги. Волонтеры Навального работают, естественно, не за деньги, а работают они от общей тоски, от общей скуки, от общего раздражения против власти. Но они же не идиоты, они видят, что, в общем, это имитация ничего. Что сколько ни ходи вокруг стен Ерихона, этот Ерихон не рухнет. Сколько ни пиши о том, сколько миллиардов украл такой-то, сколько миллиардов украл секой-то, абсолютно ничего не происходит. Никакой реакции нет. Соответственно, активность сторонников Навального спадает просто потому, что эта активность бессмысленна, так же, как бессмысленна активность сторонников власти. Но, еще раз повторяю, сторонники власти работают за деньги конкретно. Сторонники Навального работают за идею. Идея, которая не ведет никуда, ослабевает. На выборы Навального, очевидно, не допустят. Ну, а мелкая грызня на дне стакана, Собчакова в чем-то обвиняет, совершенно потерявшая всякое чувство приличия, так грубо и глупо участвует в этом фарсе. Но остается надеяться, что ей за это хоть чем-то приличным заплатят, что она все-таки не просто с ума сошла, а что-то с этого будет иметь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова